Пациент 54-х лет поступил в инфекционный госпиталь по поводу заболевания новой коронавирусной инфекцией и сопутствующим заболеванием циррозом печени. При нахождении в больнице было отмечено увеличение размеров живота. При ультразвуковом исследовании было выявлено большое количество свободной жидкости брюшной полости, которая не уменьшалась на фоне диуретической терапии. Было назначено выполнение абдоминальной пункции под ультразвуковым контролем с последующим направлением цитологической жидкости на исследование. Пункционную биопсию выполнялась стандартным шприцом тепловых 20 мл с циглой диаметром 21 g. Использовался стандартный конверсный датчик. Биопсия выполнялась по короткой оси, чтобы минимизировать трассу прохождения через переднюю брюшную стенку. Сегодня в инфекционном госпитале клинической больницы номер один города Смоленска мы будем выполнять диагностическую абдоминальную функцию под ультразвуковым контролем с использованием аппарата Сеноскейп-С2М. Пациент 405 лет находится в нашем инфекционном госпитале по поводу заболеваний новой коронавирусной инфекцией. По ОКТ было определено, что процент поражения был 46%. При ультразвуковом исследования было выявлено большое количество свободной жидкости и внушной полости, героперинговия, расширение оборотной вены. С этой целью выполняется диагностическая функция, которую вы увидите на следующем видео. Проведение манипуляции осуществляется у постели в связи с тяжестью состояния и необходимости в постоянной кислородной поддержке пациентам. Для выполнения исследования используется одноразовый шприц типа Луэр объемом 20 кубических миллилитров совместно с конверсным датчиком. С помощью ультразвукового исследования выбирается наиболее безопасная трасса для проведения биопсии и осуществляется проведение иглы по короткой оси по отношению к датчику. При убеждении наличия иглы в зоне интереса осуществляется аспирация содержимого, которая представляет собой прозрачную желтую жидкость без патологической примеси. При получении нужного объема содержимого игла удаляется. На ультразвуковом изображении брюшной полости визуализируется большое количество анахогенной свободной жидкости. На 3 часа визуализируется край правой доли печени. Для удобства выбора трассы биопсии используется дополнительная опция улучшения визуализации иглы. Мы видим смещение мягких тканей передней брюшной стенки в связи с движением иглы и появлением гиперэхогенной точки в жидкостной области, что является кончиком иглы. Продолжение следует...